Дорогие друзья, я всех приветствую на своем канале. Добро пожаловать ко мне на канал. Я всех приветствую в Канаде. И перед вами сегодня я выложила то, что мы будем с вами сегодня рассматривать. Те вещи, которые я нашла и которые мне посчастливилось и удалось найти. Здесь много всего интересного. Ну что ж, давайте рассматривать все по очереди. Ну что ж, дорогие друзья, давайте начнем. Итак, первый лот у нас сегодня это вот такая вот брошь. Стоила на 7 долларов, довольно недешево. Сейчас я сниму ее с бумажки, подробнее вам ее покажу. Купила я ее, потому что она мне очень напомнила брошь Шанель. Шанель делает вот такие вот броши и вообще украшения у них. Вот этот цветок, такая роза Шанель, белая с черной окантовкой. Присутствует в очень многих украшениях. И также в, ну вообще в их дизайне, в их одежде, в сумках и так далее. И поэтому мне она как-то очень понравилась. Хотя, честно говоря, мне кажется, что, конечно, она современная и довольно... Вы знаете, у меня сложное чувство, потому что, с одной стороны, она такая тяжелая, увесистая. Вот производит впечатление какой-то такой солидной вещи. Плюс ко всему, вот такие легкие сходы покрытия тоже говорят о том... Не покрытие, а эмали. Говорят о том, что она не очень новая. Меня только смущает вот эта застежка. Настолько слабая булавка и вообще вот эта форма застежки. Я, честно говоря, не знаю, к какому возрасту ее отнести. Либо это современная, либо наоборот старенькая, либо это что-то современное китайское. Меня смущает вот эта вот булавка, потому что, когда я пыталась расстегнуть ее, она как-то у меня не очень хорошо расстегивалась, она прям вся сразу так быстро погнулась. То есть металл на булавке очень мягкий. И вот это вот как-то выдает некоторую дешевизну в ней. А так, в принципе, задняя и обратная сторона сделаны довольно качественно. И сама брошь сделана качественно. И вес. Конечно, как всегда, вес самое такое важное в определении совсем дешевых украшений. И не очень дешевых в том, что совсем дешевые украшения, как правило, вот может быть на камере не видно, но когда ты берешь их в руку, ты сразу чувствуешь вот какая-то такая легкая, легкий вес. И вообще все такое гнущиеся, легонькое такое. Знаете, по-английски есть такое слово, называется флинзи. Ну, то есть вот такое не... Что-то, что можно легко погнуть и сломать. Такое шатающееся, двигающееся. В общем, ну, короче, вот такая вот штуковина. Она интересно сделана. У нее, видите, два слоя вот таких вот. Ну, в общем, интересная брошь. Не знаю, возраст и производитель очень трудно сказать, потому что такие вещи бывают и современные, и не очень. Следующая брошь. Мы сегодня по броши начали, наверное, будем продолжать. Тоже брошь-цветок, но немножко совсем другой. Немножко совсем другой, сказала я очень грамотным русским языком. Так, давайте освободим ее от застегка, от этикетки. Стоила она 6 долларов, как вы видите, 5.99. Обратная сторона выполнена следующим образом. Кстати, похоже немножко на эту. Нет, все-таки они разные. Ну, вот такая вот брошь-красавца. Красивая такая горячая эмаль. Интересные цвета. Не стандартная, сиреневая и такой коричневый, светло-коричневый. Я даже не затрудняюсь назвать ни бордовый, ни бежевый, ни коричневый. Я такой... Не могу вспомнить название вот этого цвета. Аккуратно очень выполнена. Видите, все тычиночки, пестики, все очень хорошо сделано. Обыкновенная вот такая вот застежка. Тоже маркировок нет, никаких обозначений нет. Но брошь очень красивая. Эффектная красивая брошь. К определенному наряду очень хорошо подойдет. Так, следующая брошь. У нас сегодня, кстати, много броши. Следующая брошь. Совершенно в другом. Тоже цветок, но совершенно выполнена в другом стиле. Она выполнена под серебряный металл. В форме розы. Сосед стрижет траву, если вы слышите жужжание машинки. У меня окно закрыто, поэтому я надеюсь, что не очень хорошо слышно. У нас есть такой беспокойный сосед, который целыми днями что-то делает. То стрижет, то сажает, то выдергивает. В общем, шума от него много. Интересная брошь роза с натуральным камнем. Это похоже на нефрит, по-моему. Камушек. Ну, мне так кажется. Во всяком случае, он даже и выглядит как камушек нефритовый. Так, обратная сторона. Маркировок не имеется. Хотя, вот здесь, видите, как будто бы имелась в виду какая-то площадка под маркировку. Вот здесь, видите, такое впечатление, что было как будто бы подготовлена площадка под маркировку, но ничегошечки не написали, не поставили. Жаль, было бы приятно, если бы она была с маркировкой. Это брошь. Длинная очень иголка. Но сделана вот в такой вот форме булавки. Опять же, я не знаю, это винтажная штука или нет. Не знаю. Затрудняюсь сказать, потому что вот такая булавочная игла меня как-то приводит в некоторые сомнения. Но вообще, конечно, брошь очень красивая. Такая, знаете, строгая, мрачная красота, я бы сказала. Такая именно вот какого-то такого кельтского типа. И вот этот камень здесь. Может, даже и какой-то самодел, если честно, сейчас я стала думать. Хотя нет, в общем, вот такая вот интересная брошь, цветок. В комплект к нашим брошьим-цветкам. И еще одна брошечка цветочная. Тоже цветочные мотивы. Малюсенькая, хорошенькая, очень симпатичная. 6 долларов она стоила. Я в прошлом показе, помните, у меня была похожая брошь. Я, может быть, сейчас ее найду. Сейчас, наверное, пойду поищу. Так, освободила я ее от этикеток. И принесла брошь, которую я вам показывала в прошлом видео. Я что-то думала, что они немножко больше похожи. Но они вообще не похожи. Там просто вот эти вот зеленые листья меня навели. Вот здесь тоже такие зеленые листики. Навели меня на мысль, что они как-то, может, сочетаются между собой. Но здесь цветочки желтые. Здесь вообще такие розовые, розово-бежевые. Кстати, про эту брошь мне одна зрительница. Спасибо ей большое. Написала, что она действительно поломана. Потому что у нее есть такая же брошь, но она целая. И здесь действительно не хватает листьев. Я, помните, вам показывала ее и говорила, что она произвела на меня впечатление, что чего-то ей не хватает. Но я рассматривала ее, рассматривала. И не нашла в ней никаких повреждений. Но действительно листики отломаны. Так что вот она у меня немножко раненая. Но, в принципе, все равно очень симпатичная. Так, вернемся к нашему сегодняшнему показу. Итак, вот такая вот малюсенькая-малюсенькая малютка. Очаровательный веночек. Я считаю, что он просто очарователен. Очень маленькая брошечка. Тоже эмаль, желтые такие цветочки, зеленые листики. По-моему, очень хорошенькая обратная сторона выполнена вот таким вот образом. Никаких на ней нет маркировок. Ну, как бы ладно. Стоила она, по-моему, да, 6 долларов. Я сняла этикетку, показала вам. Но это у нас сейчас такие цены. У нас дешевле вообще ничего не бывает. Если только что-то побитое, сильно поломанное, тогда можно дешевле купить. А если целое, то невозможно. Вот так вот она сделана. Интересно довольно с обратной стороны. Здесь какие-то зубчики у нее. Или что? Я плохо вижу, если честно. Ну, вот, маленькая, хорошенькая брошечка такая, как немножко детская. Ну, по размерам, как бы. А так, в принципе, очень симпатичное весеннее. Так, давайте перейдем к бусам колье. Вот такое вот колье нашла. По цене, по цене, по цене 5 долларов всего лишь. Она стоила вообще недорого по нашим меркам нынешним. У нас, знаете, как интересно бывает? Как завоз. Как будто зависит от продавца, который принимает товар и распределяет товар. Иногда все висит по 7, по 8. Иногда все висит по 4, по 5. Причем, как бы, качество вещей и винтажность абсолютно не определяется ценой. Такое ощущение, что просто вот как кто-то из продавцов, который вешает цену, вот один такой щедрый, который все оценяет дешевле, а другой жадный, который все оценяет дорого. Вот такая вот, вот такое вот красивое, очень в золотом тоне колье. Цепь. У меня есть много таких, ну, не много, но несколько такого типа. И, честно говоря, я долго думала брать, не брать. У меня есть несколько таких колье. Но я очень их люблю. И, кстати, очень ношу много и довольно часто. Видите, маркировок у него никаких нету. Замочек. Не на замке, не... А, есть! Ой, слушайте, я не заметила. Смотрите, маркировка, видите? Вот это да! Так, сейчас я возьму свою лупу и посмотрю. Так, маркировка. Здесь батлер. Это, видите, вот. Это канадская компания. Довольно известная в Канаде. Удивительное дело, но у меня это не первый раз, когда я маркировку не вижу. Вижу только тогда, когда начинаю снимать. Если честно, я как-то в магазине сначала рассматриваю, потом я приношу домой. И тоже очень внимательно рассматриваю. И вот не вижу маркировку. А когда начинаю снимать, вдруг я замечаю. Причем я смотрю с увеличительным стеклом, так изучаю со всех сторон. И не могу найти. А при съемке вижу. Значит, это батлер. Прекрасно, замечательно. Это довольно хорошая компания. Известная, качественные вещи делает. У меня есть несколько украшений. Их компаний. Очень красивые звенья. В прекрасном состоянии. Очень хорошо сохранившаяся цепь. С удовольствием буду ее носить. Да, я начала говорить, что у меня есть несколько таких цепочек. Я хочу вам сказать, что из моих почти всех винтажных украшений это наиболее носибельные мною вещи. Потому что они настолько нейтральные. Они просто золотая такая вот цепь, которая не имеет никакого цвета, рисунка, камни, ничего. И, в принципе, абсолютно ко всему подходит. Я очень много часто ношу их. А вот такого вот плетения у меня еще не было. Я, конечно, все-таки ее купила. Хотя сомневалась. А видите, оказывается, она еще и маркирована. Здорово. Так, следующие у нас. Вот такие вот очаровательнейшие бусы. Сколько стоили? 6,99. 7 долларов стоили. По-моему, это стекло. Мне так кажется, по звуку, по ощущениям, они такие холодные, тяжелые. Бусы Аврора Бориалис, Тринити. Очень красивая, видно, что винтажная застежка. Маркировочек никаких нету. Хотя я ожидала что-нибудь типа у вас в Германии или Джапан. Такая вот застежка. Язычок, по-моему, это называется. Здесь у нас, по-моему, какие-то бусины вот эти вот. Видите, я не пойму. Не то они обрезли. Видимо, вот это вот были темные, но они, видите, с них, видимо, слезло, слезло покрытие на пыление. Вот видите, здесь вот явно видно. И они стали такие прозрачные. Но ничего, немножко небольшой такой недостаток, но не очень большой, по-моему. Очень красивые, правда, три нити вот такого вот. Они коротенькие, под шейку, но вот такого вот, я бы сказала, такое бензиновое стекло. Бензиновые бусины. Такие ночные, мунглоу, такое свечение. Такой, знаете, ночной бензин. Загадочное такое переливание цветов, радугов. Красок. Очень красивые. Хотя по форме очень обыкновенные, но очень красивые вот эти вот бусины. Еще одни бусы, колье, бусы интересные. Я думала, что современные, а потом все-таки, судя по замку, решила, что, наверное, нет. Вот такой замочек-бочка, и он довольно старенький на вид. Хотя бусы сами в прекрасном состоянии, в идеальном. Дорого стоили, но почему-то я решила их купить 10 долларов. Мне почему-то вот они понравились, показалось у них что-то необыкновенное. Не то в форме, не то в... Видите, не удалось мне как следует удалить этот клей от этикетки. Они так клеят, что... Вот смотрите, какой они интересной формы. Внизу идет такой кулон каплевидной формы. Здесь такой круглый, круглая бусина, элемент. И вот такие вот интересные элементы. Мне кажется, что... Ой... Мне кажется, что это художественное стекло. Стеклышки, да, и по ощущениям чувствуются. Они такие тяжелые. Тяжелые и холодные. Я даже думала в какой-то момент, что это может быть камень. Но камень вряд ли, видите, оно просрачное такое. Прямо вот просвечивается, когда на свет смотришь. Явно тянет на, скорее всего, художественное стекло. Загадочные, красивые вот эти вот детали. Такая интересная форма. Это очень интересный материал. Мне понравилось, потому что... Ну, необычный. Необычный, согласитесь. Долго на него смотрела, думала тоже. Думала. Все-таки 10 долларов не такие уж и маленькие деньги. Вот. Но мне очень понравилась его форма. И мне очень понравилась его вот именно вот... Такой, знаете, тигровая, тигровая расцветка. Интересная, необычная, редко встречающаяся. Поэтому решила вот все-таки его приобрести. Ну что ж, еще одни бусы. Даже не знаю, что сказать. Я сразу, как их увидела, сразу схватила. Потому что, еще даже не разобравшись, что к чему... Да, собственно, я так и не разобралась, что к чему толком. Потому что я действительно... Знаете, что мне надо все немножечко подвинуть. Потому что у меня не хватает места. Вот так. Сделаем. Здесь у меня ножка от лампы. Не эстетично. Не хочется, чтобы она была видна, чтобы не портила нам картину. Да. Во-первых, посмотрите, какое... Какие... Ну, как бы их не заметить было нельзя. К тому же, что оценили их всего лишь в 5 долларов. Я подумала, что, конечно, я без них не уйду. Даже если это какая-то ерунда. И они никакой ценности великой себя не представляют. Что, скорее всего... Потом я увидела, что у них есть маркировка. Потом я увидела такой интересный, необычный совершенно замок. Я подумала, что надо их купить. Просто потому, что они очень необычные, непривычные. Никогда ничего подобного я не встречала. Во-первых, конечно же, это стекло. Они довольно тяжелые. Видите? Вот эти бусины я не знаю. Думаю, что стекло. Но вот эти вот бусины, вот эти... Это, конечно, стекло. Это даже и видно без простукивания. Посмотрите, какие они интересные. Очень интересные. И вот эти вот бусины, такие гнутые бублики, такие рогалики. С такой, по-моему, серебряной бумагой внутри. И вот эти вот бусины, которые перемежаются, которыми перемежаются большие вот эти бусины, они тоже очень красиво блестят, переливаются. Странно-необычная застежка. Вот такой вот шарик. Который вот так вот расстегивается. Если честно, я никогда ничего не видела подобного. И здесь маркировка, которую я никак не поняла. Мне кажется, что это что-то китайское. Видите? Йин. Здесь похоже, что какое-то имя. Китайское, по-моему. Во всяком случае, второе слово. По-моему, Йин или Юг. В общем, что-то такое, по-моему. Короче, искала, искала. Ничего подобного не нашла. Даже если это Китай, то это Китай с маркировкой. Это, в принципе, возможно, что-то довольно такое качественное и неплохое. Но даже дело не в этом. А дело в том, что они необыкновенно красивые и очень необычные. Ну, вот редко встретишь такую вещь, которая вот так сильно отличается от всего остального. Потому что, ну, все красивые. И вот эти бусы красивые. И вот эти красивые. И вот это тоже. Но это все у нас уже есть. И мы такого типа что-то видели. Вот такого типа я, честно говоря, не видела никогда ничего. Необыкновенная красота. Теперь у нас идут серьги-клипсы. Вот у меня две пары из серьги-клипс. Я вам покажу еще один браслет. Вы знаете, стоили они 6 долларов. Похоже, они на что-то дорогое, старинное и хорошее. Сейчас сниму их с этой этикетки. Посмотрите, какие прекрасные серьги. Немножко плохо. Видите, болтается как-то вот этот камень. Я не знаю, что с этим можно сделать. Боже, ну какие же они красивые. Я думаю, что это стекло. Да, стекло. И вот, какая красивая клипса. Это темно-зеленые, темно-зеленые камушки. Не камушки, а стеклышки. Честно говоря, я не знаю, винтажные они или нет. Но выглядят они как очень винтажные. Прямо как старинные или даже, я бы даже сказала антикварные. Не побоюсь этого слова. Но я не думаю, что они антикварные. Хотя, не знаю, не думаю. Потому что у них застежка вот эта вот, она больше похожа на застежку где-то вот 60-х годов. Сзади никакой маркировки я не нашла. И не нашла никакого по картинке тоже не нашла. Они довольно странно выглядят. Выглядят вот здесь, вот в районе пайки, вот здесь. Такое впечатление, что как будто бы как-то плохо. Это вроде не грязь. Не знаю. Такое впечатление, что они как будто плохо припаяны. Видите? Может, это просто немножко они уже прожавели. Нет, вот как будто бы так, знаете, самодельная какая-то пайка. Может быть, они действительно старенькие, поэтому. Ну, не думаю, вот это вот за форму застежки. Хотя она тоже довольно странная и интересно припаяна. Такое впечатление, что как будто бы какой-то хендмейт. Как будто в другое время ее припаяли. В отличие от всего остального. В общем, странные какие-то серьги. Такое впечатление, что их как-то собирали из чего-то. Может быть, из каких-то старых серег. Не знаю. В общем, не знаю. Очень странное впечатление они на нее произвели своей обратной стороной. Вот эта вот штука, вот эта вот сама застежка как-то странно приделана. Как будто бы... Как будто бы... Как будто самодельно. Ну, не суть. Зато посмотрите вот с этой стороны, как прекрасно они выглядят. Какие они бесподобные, красивые. Просто очень красивые. И выглядят как очень винтажные, как очень старинные серьги. Браслет. Прекрасный. Очень красивый браслет. Конечно, винтажный. Всего лишь оценили его в 5 долларов. Маркировок нет на нем. Но у меня ощущение... Может, сейчас покручу и найду маркировку. Очень похоже на браслеты Галдет. Хотя Галдет, конечно, маркировала свои вещи. Видите, нигде нету. Ничего я не нашла. Искала, искала. Хотя, в принципе, он выглядит так, что он должен быть маркирован. Потому что очень красивый, винтажный, необычный браслет. Посмотрите, какие красивые здесь элементы. Интересно, наверное, стеклышки. Ну да, похоже. Здесь маленькие-маленькие жемчужинки. Здесь есть такой элемент с птичкой. И снова зеленый камушек, жемчужина и застежка. Вот такая красота. С обратной стороны тоже ничегошечки не нашла. Но он такой красивый и такой тяжелый. И такой, знаете, вот... Производит впечатление очень какой-то такой хорошей, старинной, дорогой вещи. Хотя, конечно, может быть, это только по моим ощущениям. Может, это совсем и не так. Вот такой вот браслет. Я вам потом померю его как следует. Сейчас просто прикидываю на руку. Вот такой красавец. Ну и последняя находка. Это серьги-клипсы. Стоили всего 4,99. По-видимому, продавец в этот раз был... Сотрудник, вернее, магазина был невнимательный. Не заметил маркировку. Не знал, что почему. Вот такие клипсы. Они маркированные. Оценили их недорого. Видимо, продавец не заметил маркировку. И как бы не понял, что это, в общем-то, маркированная винтажная вещь. Это клипсы Сара Кавентри. Причем маркировка такая явная, заметная. Не то, что там где-то в глубине, внутри, а, в общем-то, вот тут. Ой, не знаю, вверх ногами что-то показано. Не пойму. Ну, в общем, Сара Кавентри здесь написано. Я нашла их в каталоге. Светочка, спасибо тебе, что ты мне его послала, этот каталог. Сара Кавентри. Я их нашла в каталоге. Они были в каталоге Сара Кавентри в 69-м и в 70-м, или в 71-м году. То есть они в самый конец 60-х, в начало 70-х. То есть винтаж, прям винтажный винтаж. Смотрите, какие они интересные, прикольные и очень симпатичные. И прекрасно сохранились. Видимо, их не носили. Или, в общем, ну, представляете, если они даже с 70-го года выпуска. И они в таком прекрасном состоянии. Я думаю, что их не очень-то носили. Просто на удивление, как прекрасно они сохранились. И вот в таком вот они прекрасном состоянии. Я, конечно, очень рада, что я их нашла, потому что это маркированная вещь. Это вещь из каталога. Она как бы еще более от этого ценится, потому что это как бы известная каталожная вещь. Смотрите, как здесь делаем все. Ну, в общем, такие... Они как будто бы не винтажной формы, не выглядят как винтаж, но на самом деле, поскольку это конец 60-х, начало 70-х, то они уже такие более как бы имеют современную форму. Но я просто не перестаю удивляться тому, насколько прекрасно они сохранились. В какой чудесной форме они сохранились. Вот такие вот, такая замечательная находка. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое у нас сегодня получилось видео. Вот такие украшения. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вы получили удовольствие. Если да, то, пожалуйста, поставьте мне пальчик вверх. Напишите комментарий, что вам понравилось, что вам больше всего было интересно. А на сегодня все. С вами была Дита из Канады. Люблю, целую. Увидимся с вами в следующем видео. Украшений, примерок, обзору магазинов. И буду рада встретиться с вами вновь. Всего доброго. Пока-пока.